Ответ на вопрос, почему Ройзман победил на выборах, а Навальный не смог привести ситуацию ко второму туру, это вопрос к избирателям. В Екатеринбурге избиратели оторвали задницы от диванов, и разрыв между Ройзманом и его конкурентом из «Единой России» составил очень серьезную цифру, это было почти 10%. Эту цифру невозможно преодолеть без массовых фальсификаций и, как следствие, массовых волнений. Народа, вышедшего на улицы. И власти постеснялись идти на это. Они хотели фальсифицировать, они и фальсифицировали, сделав разрыв поменьше, но они постеснялись, струсили, прямо сказать, струсили идти на таран. В Москве, поскольку электорат был вообще массово подавлен цинизмом избирательной кампании, апатии в Москве не удалось, власти вообще тщательно скрывали сам факт выборов, телевизор не призывал голосовать, власти сознательно шли на понижение явки, считая, что это им поможет. Они обманули сами себя, с одной стороны, Навальный получил 30%, но если говорить о возможности массовой явки демократического электората, то она, по большому счету, не состоялась. Если бы все, кто этот день просидели на дачах или так и не оторвались от дивана, пришли бы и проголосовали, а я думаю, что большинство не пришедших проголосовали бы именно за Навального, именно за перемены, то разрыв, отделявший ситуацию от второго тура, был бы не полпроцента, как в реальности случилось, потому что Собянин в реальности набрал 49 с чем-то процентов, это не второй тур. Но натянуть полтора-два процента власть смогла за счет надомного голосования, за счет фальсификации в Новой Москве, где не было наблюдателей. Власть фальсифицировала эти два процента довольно незаметно, довольно безнаказанно в итоге. Если бы разрыв был 10%, власть бы побоялась это делать, и ситуация могла быть совсем другой. Это урок на будущее, урок тем, кто считает, что наш голос ничего не решает, что все равно ничего не получится, надо сидеть дома. В Екатеринбурге не сидели дома, получилось. В Москве остались сидеть. Ситуация, безусловно, изменившаяся, но не так кардинально, как могла бы.